Здравствуйте, меня зовут Артем Азизов, я являюсь партнером компании Второй Дом. Что для вас Второй Дом? Во-первых, Второй Дом это компания, которой в этом году 8 лет. Основным и бессменным направлением Второго Дома всегда было инвестиционное гражданство. Мы работаем с состоятельными клиентами, в основном русскоговорящими, ведь это российская компания. Мы работаем публично, честно платим все налоги. В этом вопросе, кстати, также консультируем наших клиентов. Во-вторых, Второй Дом это основа философии в продажах. Нашим клиентам мы предлагаем иметь Второй Дом как альтернативу, но не замену их существующему быту в России, Украине, Белоруссии или странах СНГ. Второй Дом это свой инструмент для каждого. Реальный объект недвижимости для проведения определенного периода времени в году за рубежом. Кто-то любит море, кто-то горы и так далее. Гражданство или вид на жительство, позволяющие путешествовать по миру без ограничений. Возможность дать альтернативное или дополнительное образование детям. Возможность развивать свой бизнес или начать новый. Иногда возникает этическая сторона в вопросе о втором гражданстве. Бывает мы сталкиваемся с возражением о патриотизме или ты вообще зачем честному человеку второй паспорт? Повторюсь, мы российская компания, у нас простая и понятная структура, нет иностранных счетов и так далее. Я гражданин Российской Федерации, у меня семья, все граждане РФ живут здесь, со мной в Москве, у подавляющего большинства наших клиентов так. Они не уезжают насовсем. С появлением такого инструмента, как второй паспорт, родина или страна проживания, как правило, остаются прежними. Да и список стран, в которых ранее бывал наш клиент, с которыми вел бизнес или отдыхал со своей семьей, как правило, также не меняются. Просто возможностей появилось больше. Не нужны визы, не нужно ждать их оформления или подстраиваться под сроки возможного вылета и пребывания за рубежом. Есть варианты оптимизации налогообложения, проще открывать счета в банках, выбирать варианты инвестирования и прочее. Что касается второй части вопроса о честном человеке, именно с такими мы и работаем, так как нечестный второй паспорт не получат, либо получат в неблагонадежной компании и потом его отнимут. Клиенты иногда спрашивают, с чего начинать при выборе второго паспорта, со страны или каких-то других критериев. На мой взгляд, не совсем корректно отталкиваться от выбора страны. Для начала необходимо определить цели и задачи использования, как я ранее называл инструмента. Как вы его будете использовать? Для чего? А может быть он вам изначально вообще не нужен? Для определения целей клиента мы в компании используем такой продукт, как предварительную диагностику. Она позволяет понять наперед, подходит ли второй паспорт под те или иные задачи клиента и подходит ли сам клиент под ту или иную программу гражданства или вида нажительства. Если у вас остались вопросы, приглашаю вас на индивидуальную консультацию к нам в офис, или также мы готовы проконсультировать вас удаленно по Zoom в любое удобное для вас время.